Друзья, всем привет из Сочи! 21 августа, суббота 2021 год, 21-21, двойное очко. Посмотрим, будет ли сегодня еще 2-1 заходить в Италию. Сегодня ждем старт серии А в Италии. Помним, что Италия играет по определенным логаритмам. Все логаритмы я рассказываю в группе. То, что вы видите в YouTube, это вершина айсберга. Основная часть айсберга находится под водой, то есть в нашей группе. Поэтому вступайте все в группу. Сегодня вступил один человек. Группа начала опять расти, потому что начинается сезон, приближается к АХЛ, все чемпионаты и так далее и тому подобное. Да, поэтому просьба сразу подписаться на мой канал, поставить лайк. И, соответственно, перейти по ссылке, закрепленной в комментариях, за регистрацией МОБЭТ, используя мой промокод, получите огромный фрибет, который вы отыграете у меня в группе. Разберем сегодня матч российской премьер-лиги, который состоится уже завтра, в воскресенье. Напоминаю, что я автор нескольких методик аналитических. Ну, до меня, конечно, кто-то додумался до этого. То есть я изобретатель ставки еврейского безобьют, стратегия команды прокладки и стратегия статистика игрового дня и еще много-много других стратегий. Итак, значит, прежде чем ставить на завтрашние матчи, надо посмотреть, как сегодня закончатся пять матчей первых. Вот. И, значит, завтра играют следующие пары. Химки, Рубин, Ниженов, Город, Ростов, Локомотив, Москва, Краснодар. Сейчас разберем статистику фолу главы желтой, да, я вам расскажу. И поговорим потом немножко поподробнее. Значит, что хочу сказать сразу. Ниженов, Город, 800 лет празднует, и, наверное, Ростов не выиграет. Дает хороший коэффициент на победу Нижнего, троечку. Вот. Ростов никак не найдет свою игру. Бывает, знаете, такое, что берут нового тренера, например, Семина, одно поражение, второе поражение, третье поражение, четвертое поражение, и все. И увольняют, увольняются. Ну, не справился, не справился. Нестойку выплачивает. Бывает такое? Бывает. Вот. Может быть, это как раз такой случай. Юрий Павлович уже, в принципе, достаточно пожилой человек, 70 с чем-то летом, значит, поэтому все тут может быть. Итак, Химки, Рубин по угловым. В 20 матчах Химки 5-3, по карточкам Рубин 3-2, по фолам 13-11 Химки. В 10 матчах статистика угловые Химки 7-2. Карточки 3-1, нарушение 11-10. И в 5 матчах статистика такая. Угловые Семь-2, карточки 2-1 и нарушение 12-6. То есть, налицо, значит, явное преимущество по угловым и по фолам Химки Рубин по желтым карточкам. Значит, судить будет Василий Казарцев. В среднем он показывает 5,4 желтых карточки за игру. Чуть больше показывает гостям, чуть больше. Ну, то есть, это еще раз подтверждает, что Рубин должен здесь по желтым, Рубин должен как минимум не проиграть. Двойной шанс по желтым, я считаю, вообще хороший. Надо смотреть коэффициентом. Если 1-40 и выше, то берите. Так, Рубин выиграл в гостях 6 последних матчей. Рубин не пропускает во втором тайме 8 гостевых матчей. Ну, Рубин немножко устал. Он с Раковым там играл. Под напрягся, перенапрягся. Не забили пенальти на последней минуте. Идиоты сами себе, в общем, понапривозили. Ну, Рубин набрал чемпионский ход. Рубин идет в лидерах. Делит первое место с Зенитом. Поэтому здесь по исходам, я думаю, что Рубин не проиграет. Вот такое моим мнением. Коэффициент 2-35 на победу Рубина. Значит, ответ не проиграет. Это 1-50 и нормально. Ниже много от Ростов. Значит, ясно, что команды не встречались несколько лет в высшей лиге, в премьер-лиге. Смотрим статистику по угловым равенства. По карточкам 3-2 нижний в 20 матчах. По фолам 12-8 Ростов. В 10 матчах угловые 5-4. Ростов карточки 3-3. Нарушение 12-8 Ростов. То есть фолы И-5. 5 матчей. Статистика за 5 матчей. Угловые 5 на 4. В пользу Нижнего Новгорода. По карточкам 3-3. По нарушениям 11-12. Я думаю, что много будет опять нарушений. Как и в прошлой игре, Ростов играл с ЦСКА. Было много желтых карточек. Тут нет никаких серий. Судить будет Кукуляк Евгений. Показывает в среднем мало желтых. 3,2. Одну карточку показывает хозяям. И две карточки показывает гостям. Немного. Немногословен он. Что касается Химки Рубин. Немного вернемся к этому противостоянию. И разберем, как они играют между собой. Учные поединки. Значит, Химки, кто не знает. Это практически Москва. 15 минут. По-моему, от Киевского вокзала. Там был неоднократно много раз. В комиссионный магазин. Когда в Москве жил, постоянно в комиссионку мотался. Там комиссионка хорошая была. Значит, две последних игры Химки выиграла. В 20-19 годах. 2-0, 3-0. Ну, Рубина поменялся тренер. Слуцкий очень хороший тренер. Кто не помнит, тренировал ЦСКА. Он и тренировал ХАЛ. Английского чемпионшипа. И тренировал Витас, по-моему, голландский. Вильям или Витас. Я путаю все время их. Ну, я думаю, что мне простительно, да, позволительно перепутать Вильям с Витасом, да. Не тот Витас, который поет, да, опера номер 6. А Витас, это 2С на конце, голландский клуб. То есть, в 8 последних матчах Химки выиграла 3 раза. Вот 8 матчей назад и 2 последних. Вряд ли третья победа подряд Химки одержит. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. И поэтому здесь все понятно. У Рубина тоже вот 5 последних побед. И поражение от Химок было на своем поле. Вряд ли Рубин 2 раза подряд проиграет Химкам. Потому что вот 19 марта он играл с ними. 1-3 проиграл у себя в этом, в Казани, да. И, то есть, сейчас должен он вернуть. И, значит, Химки идут на комфортном для себя там 12 месте, по-моему. 4 очка имеют. 2 поражения, 1 ничь, 1 победа. И, в общем-то, если они проиграют Рубину, ничего страшного не произойдет. Ничего удивительного. Значит, напоминаю, на победу Рубина дают 2,43. 2,43. Ну, разные конторы по-разному. Посмотрите в Малбете, зайдите в Малбете, зарегистрируйтесь и пришлите мне скрин. Кто не хочет в группу вступать за деньги, просто зарегистрируйтесь в Малбете, сделайте аккаунт, пополните счет и пришлите мне скрин. Я вас добавлю в группу, так как вы участник Малбета. Клиент, Локомотив, Краснодар. Интересное противостояние. Краснодар никак не нащупает свою игру, постоянно пропускает, много забивает. Я думаю, что в этой паре его безобьют. Прошу прощения. Вообще сейчас Россия это ОЗ. В 6 из 8, в 7 из 8. То есть, какой-то рекорд по результативности идет. Значит, давайте разбирать статистику. Угловые 5-5. Карточки 3-2, Локомотив. Это в 20 матчах. Нарушение 13-11, Локомотив. Ну, Локомотив вообще чемпион по желтым, по фолам. Угловые 6-5, Локомотив. Карточки 3-2, Локомотив. Нарушение 13-12, это в 10 матчах. Опять Локомотив. И в 5 матчах статистика такая. По угловым 9-4, Локомотив. По карточкам 3-1, Локомотив. И по нарушениям 11-11. Как бы ничья. На победу Локомотива 2-50, на Краснодара 2-90. Просто очень мало ничьих. Сейчас Россия стала играть, я даже не знаю, как Италия, наверное. То есть ОЗ постоянно, ничьих мало. Очень, да. Вот в Англии тоже мало ничьих, но там и ОЗ мало. Там 50% только ОЗ. Судить будет Мешков в Италии. 5,2 желтых за игру. В среднем 2,2 показывает хозяин в среднем за игру. И 3 карточки показывает гостям. Вот это надо учитывать. Последние игры в Москве закончились с тотала меньше 3. Из 8-7 закончились меньше 3. 2-1, 1-2. И вот последние 4 игры такие. Это 2-0, 1-0, 1-1, 1-0. Но это было раньше. Я думаю, что из 8 матчей у них 2 раза было ничья 0-0 и 1-1. Тут, мне кажется, вполне возможно ничья. Но надо смотреть статистику тура, потому что этот матч будет завершающий игрового дня. И в понедельник, по-моему, Сочи будет играть. Последний матч отложенный свой. Надо проверить. Краснодар дома обыгрывает Локомотив 5-0. 13 декабря прошлого года. Последние 4 игры Краснодар Локомотив дома не проигрывает. Но и Локомотив 4 последних игры Краснодара тоже не проигрывает. То есть они как бы такие домашние, домашние, домашние. То есть я думаю, что Локомотив здесь не проиграет. Мое мнение, Локомотив не проиграет. Учитывая хороший коэффициент на победу 2.50 практически. Локомотив там двойной шанс за рубль 50. Рубин за рубль 50 двойной шанс. И Нижний Новгород. Вот такой тройник не проиграют. Мои любимые ставки это двойной шанс. Потому что двойной шанс подразумевает 2 любых исхода. Победа или ничья. Все, понимаете. И, конечно, можно посмотреть еще. Сделать обзор на те матчи, которые будут. У нас сегодня вообще очень много матчей. Но, понимаете, я все рассказать не могу. Просто в группе там 90% от того, что я вот сейчас говорю. Потому что в лаве всплывают матчи, которые сейчас просто невозможно найти. И когда они начинают играть, мы понимаем, что вот в этом матче будет вот такое событие. Вот в этом матче вот эта команда обязательно должна забивать. Особенно команды прокладки забивают. Но это надо все отслеживать. Для этого нужна группа. Потому что один человек не уследит. А нас уже 80 человек в группе. Ливерпуль, Берли сегодня вот играет. Ну, ясно, что Ливерпуль голы в обоих таймах. 14.30 к началу. Германия по субботам. Могу сразу сказать, что ОЗ будет не везде в Германии. Вчера сказал точно по Испании. Бетис, Кадис. Счет 1-1 будет. Перемотайте назад. Сказал ПСЖ победа. Лепцик победа. 4-0 Лепцик. 4-2 ПСЖ. 1-1 Бетис. То есть все три матча я угадал. Значит, Италия начинается в 19.32 матча. И в 21.45 еще и два матча. Россия играет в 16.00 Арсенал, Тула, Спартак. ЦСКА, Ахмат. В 18.00 Урал, Динова, Москва, Уфа, Зенит. Любимая ставка у нас на Уфу, Зенит. Есть железобетоны в группе. Она бывает у нас всегда. И Крыльца, это в Сочи. Кстати, вот Сочи наш. Он в 20.00. То есть упор делаем на матч Крыльца. Это в Сочи. Потому что в последнем матче, он игрового дня, в этом матче будет то, чего не было. Например, ни одного пенальти. Значит, Крылья Советов будет пенальти. Или там, например, не было там. Все команды ОЗ. Значит, Крылья Советов ОЗ, скорее всего, нет. Но когда мы ОЗ нет. Вот как правильно заиграть ОЗ нет? Ребят, знаете как? Вступите в группу. Я вам расскажу, как заиграть ОЗ нет. Так. Берем ставку только на одну команду. И она у нас либо играет. Если она не играет, у нас возврат идет. Все в группе я расскажу, объясняю. Монако. Ланс. Сегодня думаю, что Ланс фору плюс один. Монако меньше два с половиной. Сент-Этьен, Лиль. Лиль сливает. Я думаю, что обе забьют, скорее всего, и здесь. Теперь по Франции. Матчи начинаются в разное время. Во Франции постоянно еще 2-2, 3-2. Очень часто бывает. Так. Ну, вот, пожалуй, и все. Просто нет смысла никакого. Потому что завтра, в воскресенье, будет еще у меня видео. Да, может быть, скорее всего, сегодня вечером, я в субботу, где-то в 12 ночи, я запишу еще одно видео на воскресенье. То есть, по итогам того, как сегодня сыграли, да, завтра будут прогнозы, уже исходя из тех результатов, которые сегодня мы с вами увидим. Значит, еще раз говорю, что только я обращаю внимание на то, что как сыграли предыдущий матч, и уже исходя из этого, мы говорим, сколько будет голов. Значит, я не жду сегодня там Бавария-Кюль, например, больше 4,5 от Баварии. Почему? Потому что играли накануне с этими. Завтра Бавария играет. Вот, с Кёльном, да. Вот, например, Фрайбург, Баруси, Дортмунд. Дортмунд сыграл тяжелейший матч с Баварией. Там огрызнулись 3-1, там, боролись, я весь матч смотрел. Очень интересный матч, классный, да. Вот, поэтому, я думаю, Фрайбург забьет Баруси, ОЗ здесь маячится, да. Но 5 матча одновременно начинается, поэтому... Поэтому вот такие вот. Байер, Баруси, я тоже, думаю, обе забьют 2 с полной больше. То есть, упор в Германии делаем на последний матч, который начинается в 19.30. Он выделенный, еще раз. Итак, давайте по выделенным матчам. В Англии последний матч Брайтон-Лотфорд, делаем акцент на него. В Германии Байер-Баруси, акцент на него. В Испании Атлетик-Барселона, делаем упор на него, 23-0 начало. И просто хочу сказать, что в Испании сегодня играет Гранада-Валенсия. Очень интересный матч, там, скорее всего, будет куча желтых и фолов, потому что это бывший тренер Хитафи, сейчас тренирует Валенсию, и там очень много они фалили в последней игре против Хитафи, даже обыграли Хитафи по фолам. У Хитафи там была красная, но я сказал, там Чершев, если играет, то не проиграет. То есть Валенсия выиграла 1-0, по-моему. То есть делаем упор на матч Атлетик-Барселона. Здесь будет железобетонная ставка на фолы. Так, в Италии два матча последних Торино Аталанте и Эмпали, Лацио. Торино Аталанте, победа Аталанте в игре, победа Аталанте по угловым, по желтым карточкам и по фолам. Кстати, есть контора, которая принимает все события, все события принимает из одного матча в одном экспрессе. И эту контору я вам скажу в группе, естественно. Есть такая контора. И вчера я, кстати, поставил такие вставки. Ну и сегодня ФНЛ очень много. 16.00 начинается очень много ФНЛ. Не буду их подчислять. Так, ребят, все. Подписка, лайк. Все вступаем ко мне в группу. Переходим по ссылке, закрепленной в комментариях. Регистуемся в МОБЭТе. Ставим лайк и подписываемся на мой канал. Делимся с друзьями. Пишем мне в комментариях ваши варианты, кто как сыграет. И милости просим всех вступать в группу ко мне за 300 рублей. за цену билета в кино на один сеанс. Вы целый месяц будете в группе. Всем удачи.